Всем привет! Сейчас мы пришли в кинотеатр. Будем смотреть фильм, который называется Помните? 2002 вместе с известным актером Мадун Соком. Пока что фильм не уйдет, мы ждем. И я покажу и расскажу вам, что есть на первом этаже перед самим кинотеатром. В этом кинотеатре есть вот такие вот автоматы с игрушками. Корейцы очень часто любят в них играть, особенно школьники, как у нас в России, такие тоже есть. Стоит 1 доллар, 1 попытка. И вот вы можете выбить вот такие милые мягкие игрушки. Есть прям люди, которые коллекционируют, их не собирают, а потом продают их на сайтах. Потому что на одну такую игрушку, чтобы вытянуть, уходит где-то больше 10 долларов, потому что очень тяжело. И вот какие сейчас идут премьеры в корейских кинотеатрах. Вот есть какой-то корейский фильм, называется Target, Dead or Alive. Я не знаю, что это. Но это какой-то корейский фильм, скорее всего. Это кинотеатр Lotte Cinema от Lotte. Сейчас премьера Transformers. Marvel. Что-то про пожарных и собаку. Вот это тоже диснеевский фильм. Ну, что-то его занизили критики. И все. Потому что мы пошли в какой-то странный кинотеатр. Тут очень редко идут премьеры. Наверное, из-за того, что просто не было времени. Кстати, вон кассы. Вот какие есть премьеры. Мы вот идем на вот этот фильм. Помните, это все три. Есть еще гонки. Форсаж 10. Трансформеры. Ну, знаете, корейский фильм с таким известным актером, как Мадун Сок, всегда будет на первом месте. Видите, даже два постера. Он на первом и на пятом месте. Штуки, кассы, чтобы заказывать. Тут билеты онлайн. Потом вам дают чек. И когда вы проходите, вы просто показываете чек. Или даже не показываете. Иногда даже не смотрят. Просто заходите, зайдите на свои места и ждете фильма. Нужно подняться на следующий этаж. Кинотеатр находится там. Вот, короче, меню. Можно заказать пиво. Прямо в кинотеатре. Видите, есть вот такой сет с пивом. Рыбная нарезка и попкорном. Кофе, напитки разные. Видите, напитки варьируются. Средний 2,8. Большой 3,3 стоит. Разные напитки. То есть есть кофе, просто вода, есть пиво. Потом разные снеки. Самый дорогой, вот, за 9 долларов. Сейчас мы пошли заказывать. Если брать один вот такой большой, это он получается слишком большой. Его не успеваешь съесть за весь ян. Если съедаешь, то наедаешься. Поэтому мы решили взять 2 маленьких и дополнительно 2 холла. Вон наши родители стоят, заказывают. Поэтому я покажу. Пока мы ждем. Вот это, кстати, очень полезная штука. Сканируешь, платишь. 1000 вон, 1 доллар. И можешь пользоваться пауэрбанком, заряжать свой телефон. Подходит как на андроид, так и на iOS. Оплата через какао. Хочу рассказать о своих ощущениях в новом фильме Пом-Дже-То-Ши-Сам или Город преступников 3. Конечно, многим корейским критикам фильм не очень понравился. Причиной тому стало большие ожидания и, в частности, перебор ребячества и баловства в фильме. Но, несмотря на это, фильм собрал за 3 дня 2 миллиона зрителей. В этот раз роль главного злодея Чу Сон Че сыграл актер И Чун Кёк. Актер отлично сыграл свою роль. Он известен по многим дорамам и фильмам. Вот подобранные списки рекомендую к просмотру. Не пожалейте. Главный персонаж, вокруг которого построен весь фильм Полицейский, боксер, который решает множество проблем голыми кулаками. Мадон Сок в фильме, носящий имя Масок-То. Актер также снялся во множественных дорамах. Известен по фильмам, боевикам и детективам. В киноиндустрии успел сняться в фильме Марвел с Анджелиной Джоли Вечные. Один из самых, если не самый известный актер в корейской киноиндустрии. Фильм сам по себе великолепное продолжение захватывающей и эпическо-криминальной саги от самого начала до самого конца фильма. Фильм увлекает зрителя в мир интриг, действий и неожиданных поворотов сюжета. Рекомендую смотреть его вместе с семьёй, а также подойдёт любителям детективов, людям, которые хотят практиковать свой корейский язык. Давайте посмотрим! ПОДПИШИСЬ! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ГОВОРИТ ПО-СОВИТ это у нас свинина тут ресторана очень просто приходите заказываете мясо вам приносят сырые куски и вы жарите сами их себе на углях после плотного ужина мы пошли в кафе сегодня мы решили пойти знаменитую сеть кафе где заказывают молочные шейки это кафе славится своими удобными шейками и то что они идут в одноразовой посуде с очень большим внушительным размером вот так выглядит стороны само кафе и сам интерьер мы заказали один чизкейк и один слоеный торт я взял себе банановый шейк потому что это кафе слояется шейками у вас есть института кафе значит